а вы на какой а мы кому сейчас помогаем вам или дочери а мы кому помогаем с вам или дочери наверное вам я вам сейчас одну вещь скажу интересную женщина должна знать одну истину что она всегда себя считает добродетелем и благодетелем не понимая что желая помочь дочери она прежде всего через желаю помочь самой себе потому что женщина питается счастьем не своими а счастьем жизни своих близких так как женщина об этом не знает она искренне считается очень благородным человеком когда хочет помочь дочери но она должна знать что причина основная того что она хочет ей помочь это желание испытывать счастье просто от жизни дочери потому что если смотреть глубже то если вы хотите помочь дочери зачем вы тогда переживаете они не может как человек находиться на первой стадии стресса 6 лет но это вот эта идея у всех женщин у всех девушек так а поднимите руку девушки у которой нет идеи что должен быть человек который с ней рядом у кого кто не замужем и нет такой идеи у вас нет идеи что кто-то будет рядом с вами есть я поэтому спрашиваю кого нет но вы подняли руку что у вас есть такая идея у нее есть ни одна женщина не подняла руку что у нее нет идеи что кто-то должен быть рядом почему это нырячая идея именно этот человек она будет в чем дело вы пытаетесь помочь но в этой ситуации ничего не сделать потому что вы входите в стресс и причина того что вы входите стресс очень простая вы верите в дочери богу поэтому не оторвитесь никогда от этого будете ходить дальше дальше в стресс пока у вас не предпринимается вера потому что когда женщина верит в бога она чем занимается она молится богу чувствует счастье от него и отдает эти силы ну естественно то есть не то что она думает о дочери а просто она чувствует как эти силы переходит дочери и как ее судьба побеждается с помощью этих сил она это тоже чувствует реально так как вы не чувствуете никакой победы это значит что вы просто прикованы к тому чтобы она должна была быть счастливой и все это означает вера в дочь а не бога вы не оттуда хотите счастье получить в этом проблема и ваша и вашей дочери потому что вы ей не можете помочь потому что вы неправильно настроены вы должны сейчас пытаться вам придется думать о том чтобы дочь оторвалась от этой мысли но вы должны пытаться оторваться с этой идеей вы должны пытаться заниматься духовную практику маленьких чтение книг духовных святые источники святые места все что угодно пытайтесь найти свое когда вы найдете свое и в вашем сердце возникнет радость и чувство счастья сфокусируйтесь на этом чувстве и пытайтесь думать только о нем вытесняя мысли о дочери своей цели своего сознания когда мысли о дочери уйдут из вашего сознания утвердиться только бог в этот момент вы поймете что вы уже начали помогать свою дочь и с ней все будет хорошо понятно что делаете сейчас вы не вошли еще в стресс потому что вы уже получили с нами вот если вы дальше пытались помочь дочери своей вы могли туда попасть потому что вера в дочь пусть пока выше чем вера в бога вы разумный человек у вас есть способность понять что делать вам надо использовать свой разум для того чтобы поменять свою жизнь я надеюсь что на примере этой ситуации я многим женщинам объяснил что делать потому что многие женщины прикованы к счастью своих детей и они таким образом жизнь своих детей разрушают я сейчас объясню как это происходит вот как вы думаете дочка имеет право вообще в своей жизни думать шесть лет подряд об одном человеке или нет имеет это право или нет а вот ее мама считает что она такого права не имеет потому что она забрала у нее право жить свободно потому что это право решает маму счастье вот если допустим я не поступил в институт я поступил в институт но если допустим я не поступил в институт и пытаюсь поступать в него уже пять лет подряд в один и тот же институт у меня вопрос я имею на это право или нет но родители которые считают которые верят своим детей они не дадут ребенку такого права они будут говорить перестань это делать ты уже всех замучил неужели ты не понимаешь что никогда от него не поступишь но почему человеку нельзя это делать вновь и вновь в чем проблема это же его жизнь он имеет право сам сдавать свои экзамены родители которые верят в счастье которые исходят от своих детей они не дают своим детям сдавать экзамены они дают им возможности чуть-чуть натрибаться воды когда они учатся плавать они не дают им возможности чуть-чуть обломаться в любви чуть-чуть не поступить в институт они дают им возможности чуть-чуть подраться чтоб тебе чуть-чуть набили морду они не дают им возможности жить просто понимаете причина почему родители не дают возможности жить потому что они тупо хотят наслаждаться счастьем которое исходит от безоблачной жизни своего ребенка и все это означает кощунство так нельзя жить надо дать возможность человеку жить и надо огораживать его от жизни часто люди просто из упрямства продолжают делать одно и то же потому что родители их заставляют это не делать замкнут игру получается надо отпустить эту ситуацию вы не можете отпустить потому что вы верите в счастье которое исходит от вашей дочери вы верите в судьбу вашей дочери у вас не вера в Бога а вера в судьбу дочери как вы думаете от этого судьба дочери лучше станет или нет нет потому что жизнь человека это экзамен если ты начал не в ту сторону идти значит экзамен сдан не будет и результат будет плохой а иначе как Богу показать вам что вы не туда идете поэтому это неблагоприятно для матери постоянно думать о том что дочка зацепилась это неблагоприятная ситуация она не придет к хорошему результату так же как на войне когда есть противник и ты постоянно думаешь о нем не можешь отвлечься значит ты уже проиграл битву надо думать не о противнике а о Боге наполняться силой и сражаться вновь ясно что ты не проживешь жизнь пока эта ситуация не решится она должна решиться но это не высшая цель жизни высшая цель жизни отвлечься от этой ситуации наполниться силой и решить ее если вы хотите ее решить решайте нет проблем но вы не мешаете ее вы погружаетесь в нее своей головой это означает что вы хотите оттуда счастье испытывать это означает что у вас нет правильной веры вы погружаетесь в стресс поняли о чем речь это означает что у вас нет правильной веры это означает что у вас нет правильной веры если вы хотите оттуда счастье то есть вы хотите оттуда счастье Продолжение следует...